МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Программа «Калейдоскоп» на ваших экранах. И сегодня мы, как обычно, предлагаем вам окунуться в мир самых интересных, ярких, красочных и актуальных событий нашего города. Ну а начнем мы нашу программу с небольшого рассказа о празднике, который прошел в нашем городе в минувшие выходные. Конечно, можно сказать, что срок давности этого события давно истек, но его посетили настолько известные люди, что не упомянуть о нем мы просто не смогли. Грандиозный праздник «Грин Парк. Территория детства» надолго запомнится горожанам. Ну, во-первых, огромным количеством самых разнообразных развлечений для детей и взрослых. Здесь можно было принять участие в подвижных играх, порисовать или же пообщаться с гигантским пьеро. Ну а во-вторых, и в самых главных, этот праздник посетили финалисты и победители шоу «Голос». Как взрослые, так и юные. Порадовал рязанских зрителей и ведущий шоу Александр Олешко. Кстати, он пообщался со зрителями и вне сцены, но о нашей телекомпании рассказал о своем особом отношении к Рязани. Ведь именно на этой земле он пообещал себе стать артистом и вернуться сюда уже знаменитым. Мечта сбылась, он вновь в Рязани. И все так же, как и в юности, восхищается нашим городом. Хотя кое-что в его облике он бы все-таки подкорректировал. Например, бы с удовольствием бульдозером и снес отель, который называется «Красивая любовь». Потому что он похож то ли на ядерную боеголовку, то ли на планетарий, то ли вообще непонятно на что. Совершенно непонятное, уродливое, некрасивое, плохо пахнущее здание в таком красивом городе. Вот такое звездное мнение со стороны. Будем надеяться, что облик нашего города будет меняться в лучшую сторону. Но Александр Олешко еще как-нибудь заедет в Рязань. Традиционно осенью в Рязани вспоминают нашего знаменитого земляка Ивана Петровича Павлова. В связи с этим готовится целый ряд торжественных мероприятий. О них, ну и о самом академике мы расскажем в нашем следующем сюжете. Конечно, сегодня имя Ивана Петровича Павлова знакомо каждому. Хотя бы потому, что рязанцы кто-то чаще, кто-то реже, но проходят по улице, названной в честь академика. Мимо дома, где некогда родился и жил первый русский лауреат Нобелевской премии. Эту высокую награду Иван Павлов получил в 1904 году за исследование функций главных пищеварительных желез. Кроме этого, ученый являлся почетным доктором Кембриджского университета и членом 132 академии обществ. Научная деятельность Павлова продолжалась более 60-летий. С его именем связаны все самые выдающиеся достижения в области физиологии, кровообращения, пищеварения и высшей нервной деятельности. За свою жизнь Иван Павлов объездил множество городов и стран, но именно сюда, на его родину, стремятся люди, продолжающие в своих научных работах его дело и почитающие знаменитого физиолога. Как раз сейчас в нашем городе проходит Павловская неделя, а началась она с Международного фестиваля науки и практики Иван Петрович Павлов в контексте мировой науки. На нем собрались ведущие ученые Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и даже Мюнстера, готовые поделиться опытом и провести интереснейшие мастер-классы. Вы знаете, что научное наследие и духовное наследие – это как гуманистический ориентир для молодых ученых. Ведь Павлов оставил молодым ученым письмо к молодежи, которое является вообще документом для всех мыслящих людей. И поэтому действительно учение Павлова, мы еще раз подчеркиваем этим событием, что учение Павлова носит неисторически актуальный характер. Состоятся мастер-классы необыкновенные, потому что Павлов вообще всегда мечтал соединить физиологическое с психологическим. И мы вот тоже работаем в этих традициях. А потом знаменитые павловские среды. Вот мы повторяем это, так сказать, вот с нашими молодыми учеными, то есть и прививаем им те ценностные ориентиры, которые необходимы для возрождения науки сегодня в России. Этот фестиваль стал первым в ряду множества мероприятий, посвященных академику Павлова. Вскоре откроется фестиваль искусств «Павловская осень». На павловские беседы соберется интеллектуальная элита страны, ну а рязанцы смогут поучаствовать в празднике улицы Павлова. Рязань всегда славилась своими умельцами, но вот с человеком, который работает с бивнем мамонтов, мы познакомились впервые. Знакомство наше произошло в научно-методическом центре народного творчества, на выставке, где и были представлены его работы. Выставка «Все, что при лестнице надо», проходящая в рамках цикла областных выставочных мероприятий «Мастера Рязанщины», продолжает удивлять нас обилием женских аксессуаров, выполненных из самых разнообразных материалов. Здесь представлены изделия из бисера, дерева, образцы вышивки, кружевоплетения и ткачества. Стоит отметить, что все эти виды декоративно-прикладного искусства являются, в общем-то, традиционными для нашей земли. Но в этот раз нас ждал сюрприз – изделия из очень необычных материалов. Броши, кулоны, подвески из бивня мамонта, клыка моржа, зуба кашелота, бивня слона. Согласитесь, не каждый день такое увидишь на Рязанской земле. Автор этого великолепия Иван Белозеров родился на берегу Ледовитого океана, служил на севере и даже побывал в предполагаемых местах нахождения земли Санникова. Именно там, на севере, он впервые познакомился с останками животных ледникового периода, которые оказались превосходным материалом для декоративно-прикладного искусства. И вот уже на протяжении 25 лет Иван Иванович осваивает мастерство резьбы по кости. И здесь, на этой выставке, мы можем увидеть необыкновенные образцы этого искусства, которым любая прелестница найдет достойное применение. На самом деле мы даже не догадываемся, какое количество этих аксессуаров было у этой женщины. Вот ручка зонтика, допустим, летнего зонтика, здесь же летнее дворянское собрание. И вот здесь вот непосредственно ходили эти барышни, в том числе вот с такими зонтиками, вот с такого рода брошками, заколками, серьгами и так дальше. Именно из слоновой кости, из бивня мамонта, то есть это традиция. Однако не только женские аксессуары и объемные фигурки создает автор. Особое место в его творчестве занимает христианская тематика. Образок спасный рукотворный, первая серьезная и самая ценная работа автора на данную тему. Она выполнена на корочке бивня мамонта. Корочка, она белая сама по себе и очень плотная по отношению к остальному телу бивня. А верхний самый тонкий слой окрашен в красный цвет и в трещинках. И вот через эти трещинки я как бы увидел это изображение. Осталось расчистить. Но когда начинаешь расчищать, углубляться, ты не знаешь, что там дальше будет, как далеко эти трещинки пойдут. И когда я выполнил уже эту работу, за основу была взята рисованная иконка спасный рукотворный. Она традиционно во всех каталогах присутствует. Написана на доске. А доска, как обычно бывает, у икон лопнула пополам и прямо по центру. Не хотелось бы иметь такую трещину. Тем более здесь же работа с кости. И удивительно то, что изображение лика, оно, да, вот оно цельное, но трещинка все-таки появилась. И эта трещинка, она прошла точно по обрису лика Христа, самое удивительное. Просто его описала. Заранее это предугадать невозможно. Иван Белозеров не просто представил свои работы на выставке, но и подробно рассказал о своем занятии и об удивительном материале, с которым он работает. Все-таки бивни мамонта в магазинах не продаются. Да и вообще нам, простым обывателям, не совсем понятно, неужели подобные палеонтологические ценности могут находиться в свободной продаже. Россия является уникальным кладезем этого материала, чуть ли не единственной в мире. Оценки разные этих залежей. Сегодня есть попытка отнести даже к природным ресурсам. Хотя по логике вещей это должно быть археологическое достояние, палеонтологическое достояние народа в России. Но особенность в том, что его очень много этого билет. И рынки за последние годы были затоварены в значительной степени, как и в России, так и в мире. Нету такого спроса, который бы позволял распределить все объемы этого бивня, добываемого. Его сегодня добывают в Якутии, тысячами тонн добывают. И не только в Якутии. Но основной источник это Якутия. А дальше через государственные аукционы эта кость идет постепенно к потребителям. На производство у нас несколько народно-художественных промыслов действующих. У нас есть ювелирные фабрики, у нас есть изготовители музыкальных инструментов и прочее, прочее, где оно используется. Также те, кто побывал на открытии, смогли увидеть сам процесс кропотливой работы над костяными скульптурками. Кажется, этим невероятно тонким и сложным искусством автор овладел в совершенстве. Однако, по его собственным словам, ему есть куда расти. Верхом мастерства для костерезного искусства это токарные работы, кубки, вазы и так дальше. Вот к этому я еще не приблизился. Там нужно специальное оборудование, хорошие токарные станки. И вот эти выточенные кубки, они украшаются прорезным орнаментом. То есть прорезные орнаменты уже есть, осталось только подойти к кубкам. Но я надеюсь, что в ближайшее время, надо же куда-то расти, будем расти в этом направлении. Вплоть до 19 октября у вас есть возможность посмотреть, что же из себя представляют изделия из бивня мамонта. Ну и, конечно, полюбоваться изящными женскими аксессуарами. К сожалению, далеко не все имеют возможность наслаждаться выставками, концертами, праздниками. Люди с ограниченными возможностями зачастую оказываются запертыми в четырех стенах. Что делается для того, чтобы не допустить этого и помочь им стать полноценными членами общества, расскажем далее. Люди с ограниченными возможностями. На самом деле их гораздо больше, чем нам кажется. Просто далеко не все решаются выходить со своими проблемами во внешний мир и контактировать с ним. Эту сложную ситуацию специалисты решают посредством социальной реабилитации. Для этого создаются специальные центры, в которых психологи, логопеды, социальные педагоги помогают как детям, так и взрослым адаптироваться к окружающей действительности. В чем заключается проблема инвалидов? То есть они ограничены от социума. Они живут, им трудно общаться с людьми, которые не являются инвалидами. Здесь мы делаем все для того, чтобы эти границы в общении, прежде всего в общении, чтобы эти границы были стерты. Геннадий Потапов, директор Центра социальной реабилитации инвалидов, каждый день сталкивается с людьми, нуждающимися в помощи. Здесь существует целое отделение, работа которого ориентирована на взрослых людей с нарушением психических функций. Здесь с ними работают по разным направлениям, но в основном это социально-бытовая адаптация. Мы учим этих инвалидов правилам поведения в социуме, пользования бытовыми приборами, общению, культурным общением между ними. То есть мы показываем, как можно общаться с другими людьми. Социально-педагогическая помощь у нас оказывается, социально-психологическая. То есть в штате отделения есть медицинский психолог, который непосредственно в соответствии с индивидуальной программой реабилитации с каждым из них работает напрямую. Центр оснащен современным диагностическим компьютерным оборудованием, позволяющим определить, какие реабилитационные услуги необходимы именно для этого человека. Здесь социально неадаптированные люди не только получают помощь квалифицированных специалистов, но также имеют возможность пообщаться друг с другом. Вот в этой комнате они с удовольствием играют в шашки и шахматы, занимаются рукоделием и даже резьбой по дереву. А здесь их учат обращаться с бытовыми приборами. Так что испечь хлеб в хлебопечке или воспользоваться микроволновой печью со временем перестает быть для них проблемой. Для таких людей важна и производственная адаптация, в ходе которой они получают не только полезные навыки, но и опыт общения в рабочем коллективе, опыт планирования собственного рабочего времени. Именно для этой цели в центре работают два цеха – картонажный по производству картонной тары и швейный. Все эти, казалось бы, такие простые навыки помогают людям с ограниченными возможностями сделать свою жизнь более комфортной в окружающем мире. Ну а напоследок хотелось бы пожелать вам здоровья и любви и побольше солнечных дней этой осени. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро, ровно через неделю, в глидоскопе новых интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин